Ребят, чтобы наша встреча получилась продуктивной и вам она была как бы интересно, давайте, потому что я готов ответить на любые ваши вопросы, они могут быть связаны и с какими-то профессиональными проблемами, они могут быть связаны с театральной педагогикой, все, что вам хочется услышать, о чем вы хотите спросить, я знаю, что вы вчера были у нас в театре, спасибо вам за реакцию, за восприятие, потому что так, вчера у нас только 9, это премьера, и было приятно, что как-то вы задышали в зале, я это чувствовал и слышал, спасибо за такую внутреннюю поддержку, вот, и если есть, потому что при этих кратковременных встречах, здесь важно не просто там что-то, чтобы я там выступал и говорил, а важно, что вам хочется услышать, о чем, о каких проблемах хочется поразмышлять вместе с вами, чтобы это было для вас полезно и важно. Вчера мы посмотрели спектакль, вот, и мне показалось, или как вы объясните, это был скорее режиссерский спектакль, то есть актеры выполняли исключительно вашу волю, то есть вы им диктовали какие-то стопроцентные вещи, которые они вчера реализовали, либо отчасти все-таки это была актерская игра, ну, я не говорю, что они как марионетки, но какие-то вещи, на сколько процентов, скажем, это режиссерский спектакль, нежели актерский. Я не знаю, ясно ли я задал вопрос. Я просто задал вопрос, что это такой странный, я не делю театр на актерский, режиссерский, мне кажется, это неверно. Есть спектакль, как некая театральная акция, да, то есть некоторое театральное такое событие, которое происходит сейчас, вот на наших глазах, в эту секунду. И актеры, это исполнительская профессия, это, конечно, авторы своих ролей, художник, автор исторического пространства, режиссер, это такой капитан, который все это делает, затяжный, который дело все это организовывает, заправляет. А вот сегодня театр такой актерский, бестолковый, мне не очень интересно, когда артисты проявления ради проявления. Чисто постановочный театр, когда артисты скрываются такими режиссерскими, скажем так, схемами или концепциями, тоже неинтересно. Поэтому мы вот и организовали нашу студию театрального искусства с ребятами, с моими студентами уже двух выпусков, чтобы вот как-то найти этот баланс, сочинение спектакля, выдумать их. Конечно, он начинается с импровизации, начинается с разборов, с анализов, с этюдов, а приходит в жесткой форме, чтобы в этой жесткой форме уже задышали артисты, задышал спектакль, нашелся пульс восприятия. А что касается этого спектакля, у нас все спектакли, если кто-то их видел, они все очень разные. Потому что мы для каждого автора находим какой-то свой ход, какой-то ключ, и в нашем театре большую роль играет художник. То есть его видео, это не просто театр, это дом, который построил Александр Дмитриевич Паровский. И в этом спектакле для каких-то других образ мыслей и существования артиста определяет пространство. И в данном случае и в «Братье Иване», как вообще в Достоевском, формообразующий элемент, это не только литературная композиция, но это сценическая композиция, которая придумывается вместе и режиссером, и художником, и композитором, и артистами. Это такое общее сочинение. И у нас есть такая возможность, как бы, приходить к этой форме, искать ее, находить. Сначала предчувствовать художника, артиста, потом мы к ней приходим. И наступает момент, когда мы жестко строим форму, чтобы потом уже в этой форме быть и профессионными, и легкими, и свободными. В зависимости от тех задач, которые мы перед собой в той или иной работе ставим. У нас все спектакли достаточно разные. Спасибо. Поэтому вот я бы так ответил. Спасибо. Да. Я даже на спектакль, я еще раз говорил, что мне стало впечатление, что первые, вторые, они совершенно разные. Они разные по исполнению артистов, ну, как мне показалось, и по задачам разные. Вот, ну, как бы, вот, как раз я слышал бы, ваше ум, если вы как бы специально все сделали, или, может, мне просто так показалось, я не внимательно смотрел, как-то, что-то еще. Ну, потому что они принципиально разные. Первое и второе. Прав, я не думаю, прав. Ну, тут-то ваше восприятие, ну, если вы так воспринимаете, значит, право. Почему, если ваше такое восприятие? Потому что спектакль же возникает только при зрителях. Он, когда мы репетируем, только готовимся к встрече с залом. А он каждый раз поворачивается по-разному. И восприятие разное. Что касается этой работы, тут очень надо сказать, что это же не пьеса, да, и это не инценировка. Это за основу взята 11 книга, 4-я часть братьев Карамазовых. И мне очень нравится вычитывать театр из автора. В данном случае мы пошли за Федором Михайловичем Достоевским. Это ночь перед судом, где будут судить Митю за обвинение в убийстве отца. И у Достоевского строится 10 диалогов. Вы знаете, что Федор Михайлович очень любит в тесном пространстве собирать много персонажей, которые душу выворачивают. Устроятся такие скандалы, какие-то надрывы, да. А здесь перед судом возникают диалоги. Мне так это понравилось. Мне было так здорово, когда один на один люди и выясняют, кто действительно убил, кто виноват. И вообще, что значит подумать о человеке плохо, а потом это мысли кем-то реализуются. А может ты тоже убил этого человека. И вот этот круг вопросов оказался безумно важным и интересным. И дальше мы же идем за композицией романа. Потому что Алеша с утра должен попасть к Мидии до суда. А его все зовут. То есть он везде востребован. И встречаясь с каждым человеком, его каждый персонаж, он этого персонажа поворачивает по-другому. И он встречается и с Грушинкой, затем встречается с Хохлаковой, с Лизой Хохлаковой, затем с Митей. И они все время говорят об Иване. Вот композиция первого действия, это разговор вокруг Ивана. Когда нет человека, он тут сидит, да. Но идут разговоры о нем, о Иване Федоровиче. А вторая часть, это подготовка к приступу Ивана Федоровича. В какой-то степени это разные вещи. Объединяются они пространством и общей историей. Потому что вторая часть, она такая уже мистическая, я бы сказал, раздвоение Ивана, возникновение диалога с Чёртом и вот этот припадок и самоубийство Смельдякова. Здесь очень важно, что здесь же придумано не место действия, а пространство, образ действия. То есть это эмоциональное состояние персонажа в ожидании суда. Вот самое интересное наше самочувствие, да, это когда мы чего-то ожидали. Да, и вот когда все задают суда, и все немножко начинают в себе ворошить, чего-то думать, мыслить, страдать, переживать, каким-то мыслям приходить, от каких-то мыслей уходить. Поэтому возникло вот это вот пространство, пространство поначалу даже не угадывается, да. Это в основе лежит подлинное пространство суда того времени, да, и лавочки, балюстратка, и какая-то зияющая темнота, где люди все собираются. Конечно, вы увидели, что правая часть вместо этого откровения, где вокруг Алеши все происходит, и слева это зона ожидания. И когда закачивший спектакль, в первую часть уходит Иван, остается Смельдяков, и вторая часть так же начинается. Мы думали соединить вместе, но это неправильно, потому что Достоевский настолько плотный. Если кто-то из вас играл Достоевского, это очень большая такая проблема, потому что он говорит, там будут очень длинные периоды, и возникает очень быстрая скорая речь, потому что если говоришь медленно, то в середине тоже забываешь, с чего ты начал, и трудно угадать перспективу, куда ты ведешь. Поэтому часто фразы Достоевского редактируют, а мы пошли по другому пути, мы сохранили всю композицию этой книги, но внутри сделали сокращение, чтобы придать этому динамичность. Потому что то, что в литературе можно прочесть, посидеть, поразмышлять, подумать, то в театре уже другая плотность информации. Поэтому мы внутри делали сокращение. Поэтому две части, если первая часть это вокруг Ивана, то вторая часть это уже Иван, когда возникает обвинение Смельдякова Ивана в том, что он способствовал смерти, что он на самом деле убийца. И от этой мысли Иван сходит с ума. И вот этот финал, когда возникает пространство всего суда, и первый раз в спектакле возникает музыка, и первый раз возникает дыхание какой-то другой, иной жизни, внутренней суда, люди находятся в этом самочувствии. Но оно еще для меня цельное, для меня какое-то единое. Вот то, что эти части развиваются и движутся, но это такая вот драматургическая конструкция была заложена Достоевской. И мне это безумно нравится, это разгадывает. Именно вот эту вот серию диалогов. Вначале вообще хотели бы какую-то пустую пространство, два человека говорят, но снова два человека говорят. А потом, что, скорее всего, будет совсем уже такая учебная сугубая работа. И потом, когда возник образ этого внутреннего состояния суда, то вот важно, как люди заходят, как они слушают, как они... Отсюда и возникло, что зрительный зал, который сидит, это люди, которые... Это продолжение этого же суда внутреннего. Это так же люди сидят. Поэтому по структуре спектакль трудно играть, потому что артисты же привыкли, да, чтобы платьице было красиво, все пространство рано меня, да. А здесь все-таки ползают спиной, вот, и все смотрят на зияющую темноту и как бы все время глазами вонут в себя. Поэтому вот такая вот немножечко история достаточно сложная. Какие у вас отношения с публикой, со зрителями, в смысле с понимающими, не понимающими, и вообще есть ли они какие-то связи, ну, кроме спектаклей, и строится ли диалог, ну, кроме спектаклей, не знаю, или вообще влияет ли, кто понимает вас, не понимает, как-то на вашу студию, я их не знаю. Ну, я не знаю, что, во-первых, это было организовано, потому что она была востребована. Это как бы первое, да, потому что можно организовывать театры, но если они не нужны, да, не воспринимаются. Когда ребята еще учились, здесь мы уже смотрели два выпуска ребят, и вчера, потому что основные роли играли уже второй выпуск ребят, которые закончили год назад. А вот те, так называемые, первые, ну, как, шутку назовем как самоположную, да, вот когда они играли спектакли, за три месяца уже была запись на спектакль студенческий, и у нас аудитория просто ломилась, она не могла просто всех принять. Когда возникал счастливый случай, мы смогли все в заговорке в срок построить свое здание, да, то, которое нам нравится, туда, куда хочется входить и хочется репетировать, то вокруг нас возник свой зритель. Часть зрителей возникла от судьбы вокруг моих спектаклей. Я же работал очень в разных театрах, и сейчас продолжаю сотрудничать и работать. С нами сотрудничают такие замечательные, как Александр Ильич Бородович, который тоже в свою группу зрителей, Дамир Исмотилов, Регуляй Кристо-Берник, да, очень много людей. И плюс ребята молодые, которые к нам приходят, и не только молодые люди возрасте, потому что сейчас возникает потребность к какому-то очень сокровенному и честному, глубокому разговору сегодня, да, потому что, к сожалению, театр сейчас превращается в форму досуга, что очень грустно. Он перестает быть духовно-деологическим, в хорошем смысле этого слова. Не таким скучным учителским, наседательским, да, а каким-то где-то ты можешь пойти в картинную галерею, да, там, Третьяковку, Тушинский музей, или в какой-то там замечательный европейский музей, да, и там ты можешь подышать душой, да, как ты можешь пойти в филармонию или в концертный зал. А театр сейчас, к сожалению, а может быть, так время складывается, да, он больше становится таким, что вам угодно, ребят, ходите посмеяться, да, смейтесь, хотите вас немножечко погрустить, давайте мы сейчас с вами погрустим, да, немножечко такое, ну, что я сказать, кафе такое своеобразное, ресторан, что ли, да, и если вы возьмете даже вот журналы серьезные, не серьезные, а те, которые есть, афиша, досуга, вы даже увидите, что рядом с афишами или с интервью вы увидите адреса бани, ресторанов, то есть театр превращается в какой-то такой вот рядом с жизнью. Вот и нам хотелось в этом вот нашем маленьком пространстве, да, все-таки, найти вот этот вот внутренний диалог, поэтому такого специально навязывающего диалога с людьми нет, но мы любим нашего зрителя, и они часто, если не попадают в театр, они приходят уже на следующий контакт, на следующий, на следующий. Как правило, это интеллигенция, это врачи, это студенты, это билеты у нас, если вы заметили, не самые дорогие в театральной Москве, что трудно нам, потому что мы театр частный, но это для нас принципиально не важно, чтобы приходили именно те люди, которые хотят это почувствовать и хотят это услышать. И поэтому мы как-то любим, чтобы зрителя, и, конечно, если приглашать на какие-то встречи, мы никогда не отказываемся, ни ребята, ни я, потому что этот диалог всегда нужно вести. Но он важен, прежде всего, через спектакль, прежде всего, потому что это самое важное и самое главное. А зрительность свой есть, и мы очень любим.